Всем привет, друзья, с вами Realize. Сегодня мы будем тестить жезл Орлиная Мудрость, которую можно было достать на событие Путь Орла. Ранее я вам уже демонстрировал данный жезл на примере чужой записи, ну а сегодня у нас есть возможность сходить лично на максимальную сотую арену и посмотреть, как он там себя проявит. Для тех, кто будет смотреть этот видеоролик уже после того, как закончится событие, я вам хочу продемонстрировать бонус данного оружия, который мы будем тестить. Раз некоторое время накладывает на союзника щит, поглощающий 5337 урона плюс 28261 от силы магии. Если щит закончится или будет уничтожен, врагам будет нанесен урон равный здоровью щита. Щит снимает с цели оглушения, немоту и замедления. Показатель в бонусе зависит от силы магии, поэтому чем больше вы прокачиваете силу магии конкретно на данном магии, тем, соответственно, ваш жезл, посох становится сильнее. В данном случае общий показатель силы магии у нас получился 43927, но я вам напоминаю, что это не предел, так как здесь нет ни одного самоцвета на силу магии, то есть все его вещи пустые. Но, в принципе, для теста, я думаю, этого показателя силы магии будет достаточно. Ну и теперь давайте я вам покажу полностью весь отряд, которым я собираюсь тестить данный жезл на арене. Собственно, наш маг с жезлом. Следующим бойцом у нас идет танк с секирой, здесь же стоит рунная сила и есть возможность выбить по области тройной удар, так что это отличный выбор. Броня на воскрешение с магазина арены, здесь же стоит руна воина и артефакт неприятный сюрприз, который тоже переманивает случайного бойца уже на 2 секунды на свою сторону. Далее у нас идет лучник, он с луком на оглушение, здесь, в принципе, ничего сверхъестественного. Броня с магазина арены, которая при смерти наносит практически 20 тысяч урона врагам в области вокруг и здесь довольно-таки неплохой показатель урона. И один из лучших артефактов в игре это цепная молния, далее идет маг с посохом на оглушение, здесь же стоит руна мудрости, которая тоже зависит от показателей силы магии и в нашем случае первый стан вылетает на 5,2 секунды, далее уменьшается на 0,4, максимум 3 прыжка. Супер выбор, здесь вообще никаких замечаний тоже нету. Броня обычная легендарная, здесь же стоит руна мага, но здесь хороший показатель силы магии 22 тысячи. И артефакт раз некоторое время при смерти союзника. Урон бойца уменьшается на 90%, но при этом скорость восстановления способностей увеличивается на 80%. В сочетании с данным посохом довольно-таки неплохой артефакт. Далее у нас идет боец с луком, который можно было достать на событие путь дракона, а также здесь стоит руна ловкости. В принципе, в сочетании вот с стандартным бонусом довольно-таки неплохо смотрится эта руна. Броня обычная, но в сочетании с руной дает довольно-таки интересный бонус. При получении урона есть шанс 15% обезоружить противника. Действует 5 секунд, а безоруженный противник наносит только свой базовый урон. Кстати, бонус этой брони отлично сочетается с талантами Фрилова Акова, бонус которого тоже обезоруживание. Атакующий союзного воина вражеский боец может быть обезоружен на 3 секунды, шансом 18%. Обезоруженный боец бьется голыми руками или кидается подручными предметами. Максимальный можно шанс здесь словить 25%. Это довольно-таки хороший шанс. И, кстати, пока мы находимся именно здесь, я хотел бы вам ответить на вопрос. Многие, наверное, видели, что ваши бойцы иногда швыряются яблоками. И кто-то думал, что это пасхалка от разработчиков, либо кто-то до сих пор не может понять, почему это происходит. И это происходит именно из-за таланта Мефрилова Акова. Потому что обезоруженный боец бьется голыми руками или кидается подручными предметами, то есть яблоками. Возвращаемся к нашему лучнику. И артефакт у него яйцо дракона, который тоже с первого события Путь дракона призывает огненного дракона, наносит 10 тысяч урона и поджигает, нанося 25 тысяч урона в течение 10 секунд. Последний боец в нашем составе это обычный маг с посохом на воскрешение. И артефакт у него друг морей, который хилит и замедляет передвижение и скорость атаки вражеских бойцов. И так как мощность и сила нашего жезла напрямую зависят от общего показателя силы магии, нам необходимо убедиться и проверить, насколько хорошо здесь прокачано созвездие мага. Да, основные три таланта здесь прокачаны, здесь даже на максимально прокачано отражение и на максимально прокачано взрыватель. Но не суть, нас интересует именно архимаг и талант мудрец. Все остальное в принципе уходит на второй план. В теории у нас должна получиться следующая история. Первым бежит у нас танк, он является основной целью, он будет терять самый первый свое здоровье, на него будет накладываться как раз таки тот щит. Если он умрет, на этот случай у нас есть маг на воскрешение. Плюс ко всему на нем надета броня на воскрешение. Ну и сзади стоят просто два лучника, которые выдают урон. В результате мы посмотрим, кто за три либо четыре там боя нанесет максимальный показатель урона по статистике. Итак, друзья, начинается у нас бой. Танк у нас является самой главной целью, теряет самый первый здоровье. На него набрасывается щит. Щит накапливает урон, отдает его, но, к сожалению, рядом никого не оказывается. Поэтому этот щит, можно сказать, урон отдал просто так. Так, здесь у нас щит взрывается как раз таки прямо в толпе. Уже два щита было наброшено на нашего танка. Сейчас накидывают третий щит. Щит накапливает урон, взрывается и отдает его скелетам. Давайте посмотрим статистику. Но на самом деле, да, три раза был наброшен щит. Но мне хотелось бы, чтобы урон получал полностью противник. Видим, что лучник нанес 269 урона. Маг, который воскрешает 67 урона. 335 тысяч нанес урона как раз таки наш маг, который вообще без единого самоцвета, но с новым жезлом. 88 урона нанес танк. Лучник 272. И маг нанес 101 тысячу урона. В принципе, как мы и ожидали. Самый большой показатель урона как раз таки у мага, который с новым жезлом. Выбрали мы очередного противника. Здесь у нас уже два танка у противника. Так, набрасываться сейчас будет на нас щит. Накапливаем урон. Отдаем его как раз таки по скелетам. Сейчас, я думаю, на нас набросит еще один щит. Потому что, да, вот он наброшен еще один щит. Теперь давайте проверим таблицу и посмотрим, сколько же урона мы нанесли. Лучник у нас нанес 300 тысяч урона. Маг на воскрешение 51 тысяча урона. Маг с новым жезлом 152 тысячи. Танк 111. И лучник 145. Последний маг у нас с оглушением нанес 52 тысячи здоровья. Но, к сожалению, у этого противника очень слабая мощность отряда. И лучники просто всех расстреляли. И не дали разогнаться нашему танку, чтобы вот он действительно щитом побегал. Итак, напал я на нового противника. Он по мощности равен нам. Смотрите, на нас даже не успевает набросить щит. Щита до сих пор почему-то нет. Вот, наконец-таки накладывается щит. Щит лопается, отдает урона, но не так много, кстати. Сейчас должен быть накинут второй щит. Да, успели набросить второй щит. Щит взорвался, отдал урон. И у нас осталось два лучника. Поднимается наш отряд. И мы, конечно же, добиваем. Не успевает еще раз бросить щит на нашего танка. Открываем статистику и смотрим, что у нас по урону. 286 тысяч нанес лучник. 73 нанес маг на воскрешение. 218 нанес у нас маг с новым жезлом. 112 нанес танк. 291 лучник. И 243 тысячи нанес маг с посохом на глушение. Вот этот момент действительно для меня неожиданный. И, к сожалению, у нас остались только слабые противники. Поэтому он сейчас очень быстро умрет. Да, щит нам накидывают, успевают набросить. Но урон опять у нас уходит в никуда. И, наверное, мы занимаем здесь первое место. Да, зарабатываем мы первое место. Забираем награду. И, наверное, я больше не пойду на арену. Сейчас мы будем подводить итоги. В целом, как я вам и говорил ранее, мое мнение к этому посоху не поменялось. И я считаю, что этот посох имеет место быть. И неплохо довольно-таки решает. Но с ним нужно поработать. То есть вам нужно максимально прокачать созвездие мага. Вам нужно максимально впихнуть сюда самоцветов, каких только можно. Желательно легендарных. Можно их не прокачивать. Но вот вам нужно выжать максимум силы магии, чтобы этот посох стал сильнее. Что хочу сказать по частоте срабатывания щита за бой. В среднем за один бой маг успевает набросить два щита. От чего зависит количество наложенных щитов за бой. Ну, во-первых, это зависит от длины боя. Если вы встречаетесь с достойным противником, то, соответственно, вы дольше деретесь. А значит, можете наложить даже три щита. Соответственно, если ваш противник слабый, то вы успеваете наложить только один щит. Следующий немаловажный момент – это жизнь вашего мага. К сожалению, здесь у него броня без стазиса. И поэтому, если мага убивает, он может проспать этот момент, даже когда его воскрешат. То есть у него самого будет самое маленькое количество здоровья. Он может сам на себя набросить щит. И уже вот эта стратегия у вас поменяется. Поэтому я посоветовал бы на этом маге использовать броню со стазисом, чтобы он жил и не умирал. Ну и третий момент. Если у противника есть какая-нибудь телепортация за спину, он прыгает и быстро наносит урон вашим лучникам, то щит получит не ваш танк, а ваш лучник. Из пяти сражений на арене, в четырех случаях, щиты были наложены на танка. Только один раз был бой, когда убили этого мага, и он не смог ни на кого, соответственно, наложить щит. Теперь совет касаемый танка. Вы сами видели, что действительно щит накладывается на танка, он впитывает урон, но когда он его пытается отдать, то рядом стоит только один танк противника. Поэтому вам необходимо позаботиться о том, чтобы танк находился в гуще событий. То есть его окружало много противников, и он этот урон отдавал толпе сплэшем. Как этого добиться? Ну, я, например, представляю здесь только один вариант. Это телепортация раз в некоторое время за спину противника. То есть начинается бой, танка бьют, у него падает хп, он телепортируется за спину. Плюс ко всему, телепортация за спину отлично сочетается с секирой, на которой стоит руна силы. Она бьет сплэшем по толпе, и вот как раз-таки щит накладывается на танка. Танк взрывает свой щит и наносит урон по области. Поэтому я вам советую использовать его именно в сочетании с телепортацией за спину. Ну, а так, в целом, мне понравился этот джезл, так что нету ничего плохого, если вы его себе приобрели. Но этот джезл не какущий до девятого уровня тронного зала. То есть, если у вас там шестой, седьмой, восьмой, от этого джезла не будет никакого толка, потому что вам необходим максимальный показатель силы магии, а его добиться можно только через героя. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Оставайтесь со мной. Всем, друзья, удачи. Всем пока.